Позвольте мне сказать два слова. Я пока правда слышал, я послышал, что Бог мне сказал. Овечка, овечка, он меня смотрит, овечка смотрит. Хоть ты мне блинятку сделаешь, хоть тапочки мне один, хоть тапочки. Затяните мне тапочки. Мне это не надо. Мне это не надо. Весь мир, весь мир. Я могу там себя представлять, а мне хочется какую-то корову сделать. Мне коровы не надо. Весь мир, весь. Тапочки не надо. Она такая, какая она, если ей нравится. Ей нравится носиться, Бог ее научил, Бог ей все сказал. Ей не понравится, что ты его начнешь на удочке, на веревочке, мне это не понравится. Ей не понравится, что ты куда-то загоняешь, мне это не понравится. Я охота Бога видеть, охота радоваться. Вот животные, почему они в ковчег пошли? Люди не пошли. Почему животные пошли? Они услышали Бога, они пообещали, пообещали, течка, течка, сейчас, но потом. А люди... Какой? Как он может поплыть? На горе? Не может. Бог говорит, идемте, идемте, сейчас все беда. А животные побежали. Вот, неужели, неужели мы глупее животные? Все благословили, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Все слава Богу. Да, Денис брат, давай давай радость, поделись своей радостью. Денис, Денис, Денис. Давай, Денис. Я не готовился, так что буду говорить так, что... Как вчера тоже. Да, я буду про персонализацию говорить. Есть такая фраза, ее любят говорить философы, что из-за деревьев не видно лес. То есть, из-за общего не видно частности. Получается, что из-за частностей, из-за леса не видно деревьев. Когда мы читаем Библию, когда нам говорят о Христе, говорят, что Христос пострадал за мир. Да? То есть, чтобы все спаслись. Ну, мы так привыкли, что когда мы слышим «все», это значит, что никто. Да? То есть, ну, все это кто-то там, все, но не я. Представьте ситуацию, когда стадион, там сто пятьдесят человек сидит, и кто-то там, значит, вышел глава государства и говорит, обращаясь к людям, значит, «Родина требует от вас, чтобы вы там что-то сделали, какой-то подвиг». Да, Родина требует какая-то абстракция, от нас абстракция. Но представьте, если бы этот лидер страны вышел и подошел к какому-то человеку, конкретно тыкнул на него пальцем и сказал «требует конкретно от тебя». И это кардинально меняет ситуацию. Когда мы читаем Библию, там обращение идет к церкви, к братьям, и это, ну, в множественном числе. «Пойдите, сделайте больше», «вы», там, «ты». А когда ты ставишь места «вы», «мы» ставишь конкретно себя, это уже по-другому звучит. И когда мы вчера на стриме вспоминали такую мысль о том, что такая вот фундаментальная мысль реформации была конкретно, что Христос пострадал не конкретно за весь мир, а конкретно за тебя. То есть сколько там тех людей было, ну, было, будет, может, там миллиардов, пятьсот. И это значит, что за всех пятьсот миллиардов, неважно, эти люди спаслись в итоге или нет, они приняли это, прощение, они приняли их за всех пострадал. И также миссия уникальная для каждого человека есть. Она не то, что там социальный пакет, там, для всех ты там спасся, вот тебе одинаково унифицированная какая-то плана. Для каждого человека есть исключительное, для него лучшее, все, что может быть. Каждый человек родился в определенное время, это не случайно, и он имеет ту миссию, которая персонально для него сделана, и лучше его никто это не сделает. Поэтому задача, то есть то, что я сказал, чтобы оно было прикладным, это не то, что там, опять-таки, звучало в заголе. Когда мы читаем Библию, мы вместо каких-то заголей, в общем, ставим конкретно на это место себя. И конкретно о себе говорим, что пойди, сделай больше, будь святой, будь праведным. Что там еще, там много таких мест. Когда вот такая вот персонализация есть, она по-другому, ты к этому относишься, и ты уже несешь даже где-то персонально ответственность за то, что ты выполняешь то, что написано в слове. Ну вот так вот. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, да!